Ребята, всем привет! Помните, как наши родители всегда говорили, что самый сложный вопрос это квартирный вопрос? Мы лично столкнулись с такой проблемой, когда искали квартиру, в которой сейчас занимаемся ремонтом. Сложно определиться и сделать правильный выбор. Может, раньше так и было, но сейчас все точно изменилось. Делюсь топовым сервисом квартирных решений, называется Самолет Плюс. Во-первых, ребята предоставляют огромное количество услуг, помогут найти, продать или сдать квартиру как можно скорее. Они помогут вам с документами, а это самый важный момент. А еще, кстати, они занимаются дизайн-проектами. Мы долго искали подходящего дизайнера, а с сервисом вы найдете своего человека гораздо быстрее. Во-вторых, офисы у них 98% городов страны, так что в вашем тоже наверняка есть. Ведь у нас возникает так много вопросов при покупке квартиры, и Самолет Плюс спасает. Можно прийти к ним в офис и проконсультироваться с экспертом. Я сама люблю лично общаться с экспертами, онлайн не всегда удобно. В общем, если у вас намечается любая сделка по недвижимости, на первичном или вторичном рынке обращайтесь туда. Самолет Плюс реально крутой сервис квартирных решений от сделки до ремонта и мебели. Подробности по ссылке в описании. Привет, ребята. Новый день, новый влог. Сегодня, знаете, какое число? Я уже и забыла. 16 ноября. Представляете, я, бывает, периодически делаю такие немаленькие паузы в съемках, влогов, чтобы постараться догонять реальные события. У меня с этим реально какие-то проблемы. Потому что я наснимаю влогов, а потом занимаюсь какими-то другими делами. Мне не до этого, не до этого. Вот. Плюс бывает, я выпускаю видео под интеграцией. Но снимаю я их не под интеграцией, но выпускаю. Жду, например, когда согласуют какой-то проект, снимаю, и тогда выпускаю влог. Потому что, как вы знаете, монетизации на YouTube ноль. Еще какое-то время я могла снимать деньги через определенный банк. Там не было вообще ни комиссии, ничего. И Свифт работал. Но он и сейчас работает, но там комиссия, знаете, сколько? 500 долларов. Ну, норм вообще. Охереть. Ну, что, 50 тысяч считай, да? Или 50? Ну, короче, типа, это что за... А что у меня с губами? Что-то, блин, лопнули. Короче, у меня витаминов просто, я не знаю, в организме. Мне надо срочно делать какое-то счастье для волос, потому что они у меня сухие. Сыпятся. Кожа сухая. У меня просто руки в воде. Вот здесь вот прямо аж трещины на руках. И это еще не зима, понимаете? Мы в центре. Там Красная площадь. Блин, так давно там не была. А тут наш любимый ребенок. Мишка. Спит Мишка. Своей новой классной шапочкой. Такая вот Анютка. Деловая колбаса. Куда-то едет. Мы сейчас едем в Москл-Сити. По работе, конечно, что нам там еще делать? Хотя там есть офимол торговый центр. Это если к тому, чтобы пошляться, например. Но все равно. Реально. Ничего. Я даже не знаю, кстати, клевый там ТЦ. Ну, в смысле, я там была, но я не знаю, много ли там классных магазинов, чтобы реально хотеть туда ехать. Погодка не очень. Вообще один градус. Уже все. Зима прям совсем близко. Интересно у меня проводит. Снег идет. Ну, он такой совсем мелкий. Ну, да. Прям снег. Конечно, никакого пока новогоднего настроения вообще нет. Абсолютно. Ну, и вот еще мы думаем, что будем елку ставить в этом году? Нет? Вообще, конечно, надо. Я себе... Вот мы просто последние два года, мне кажется, не ставили елку. Потому что, да ну нахер, собирать, разбирать. Типа реально на это еще время тратить? Потому что в том году я была беременная, на третьем месяце беременности. Ну, нет. Это я, получается, в Новый год, 27 декабря, у меня был первый скрининг. То есть как раз, по-моему, 12-13 недель, сколько там. Ну, короче, как раз. Три месяца. И, конечно, вообще не до вот этого сидеть, что-то собирать, разбирать. То есть тоже была куча работы, дел. Хотелось, ну, там, отдыхать, валяться, кайфовать. Это Новый год, там, туда-сюда. А в этом году, точнее, вот я тоже себе дала такое слово, что, когда родится ребенок, каждый год обязательно будем делать атмосферу праздника дома. Потому что ребенок, он должен кайфовать от таких моментов. Я вот никогда не забуду тоже, когда я еще верила в Деда Мороза. Они вот спит, не слышат. Я помню, что мы на даче как-то отмечали Новый год. Мы вышли на улицу, что-то там загадывать желание. Что-то я не помню, что зимой я была маленькая. И мы были с бабушкой, не помню, родители тоже, наверное, уж были, понятно, мама с папой. А дедушка в этот момент, ну, сделал вид, что куда-то там отошел, что-то сделал. Короче, как-то так вот меня обдурили. И в итоге, когда мы пришли домой, в комнату, вот как раз где у нас спальня на даче, туда вели следы снежные. И, ну, я подумала, что это Дед Мороз, конечно, я часто знаю, что это был дедушка. Но я подумала, что это был Дед Мороз, и я туда прибежала, и в кровати, я вот, как сейчас помню, лежала игрушка мамонтенка. Вот это вот очень трогательно, конечно. Ну, короче, я, конечно, была вообще в шоке, очень рада. И такие моменты, ну, короче, когда появляются дети, ты, конечно, можешь снова окунуться в детство, в какую-то сказку, волшебство, сам даже в какой-то момент поверить, что вот же Дедушка Мороз существует. Сейчас реально Дед Мороз такой где-то, где он там. Северный полюс? Ну, как бы общепринято, да, что на Северном полюсе есть. Ну, нет, есть какой-то другой. Есть город определенный. Ну, да. Ну, что-то, по-моему, на Ум как-то называется. Напишите в комментах, где же... Ум, 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 сейчас. Короче, это я просто к чему? Я так и говорю, вот, теперь Дед Мороз не существует. Сейчас Дед Мороз только смотрит мой Волк, типа, в смысле? Ну, понятно, что они существуют. Если бы он существовал... Великий Устюк, Волк, Устюк. А, я вообще такой не в курсе. Я же говорю на Ум, что-то. Дед Мороз, если ты существуешь, подари мне 3 миллиона долларов. Вот и проверим. А я видел видос в этом, где девчонка тебе подпишет Деду Морозу письмо, и там к письму прикрепляет артикулы с... В Волкере сразу, да, да, да. То, что, типа, серьёзно. Да я думаю, это прикол, если честно. Ну, это очень тупо. Потому что я видела не один раз такое видео. Мамочки специально своим детьмам говорят, давай, короче, типа, пиши цифры какие-то. Я подойду, скажу, ты что делаешь? А ты такая, пишу Деду Морозу письмо. А я спрашиваю, а это что за цифры? Это артикулы. Да это стопудово подстава. Когда это всё объясняют. Ну да. Не, ну может кто-то реально так сделал один и выставила мамочка так своего ребёнка. Остальные уже подхватили, потом люди, ой, как смешно, ха-ха. Просто я там, знаете, через пару лет, так, что там, тренинг сейчас? Ну-ка, Нютка, давай, пиши артикулы. Ой, угар. Короче, вчера снимали допоздна. Люба, если ты это монтируешь, что, привет. Прикиньте, ведь в отпуск уехала в ноябре. Капец. Короче, у меня сейчас Слава помогает видос смонтирует. Потому что вообще нереально, невозможно. Интеграции все он монтирует. Я бы, конечно, закачалась. И, короче, вот вчера ночью, вечером ночью снимали, монтировали. Всё, вот эти все дела, рабочие процессы. Потом у нас Анютка ночью сегодня утром даже проснулась и плакала. Получается, она уснула где-то в три. Но она и до этого спала. Она вот так вот как бы ушла в сон, типа в три. И во сколько она? В четыре тридцать она проснулась. Что-то поплакала как-то. Ну, я её уложила, и она спать дальше лила. И потом в шесть утра она проснулась и плакала. Ну, полчаса, наверное. Ну, не плакала она всё это время, но... Короче, какая-то очень странная тема. Я ей, получается, предлагаю грудь. Думаю, ну, голодная. Уже надо и по времени уже надо кушать. Потому что я её в три часа, например, покормила. И уже прошло там три часа, уже надо поесть. Короче, у неё зубы сто процентов. Потому что у неё, во-первых, аппетит какой-то не очень. Вот как раз ночью, особенно, да и днём, в принципе, я бы не сказала, что у неё супер аппетит. Она точно не голодает, всё норм. И молока у неё достаточно. Я вообще сейчас делаю банк молока. Ну, нормально вообще всё получается собрать как надо молочка. Не три капли. Ну, короче, суть не в этом. Молока хватает, но вот она немножко такая беспокойная, в общем, тревожится. И мы, конечно, делаем вывод, что дело в зубах, что её вот именно что-то такое тревожит. Потому что, ну, это точно не животик. Сейчас она спит, всё нормально. Нет, на самом деле всё норм вообще. И днём всё норм. Но у неё точно как бы зубки мы даже уже видим, что как будто через дёсны просвечивается что-то такое. Намёк беленькое. Так что, ну, не знаю, посмотрим. Но ставки у нас такие, что к концу этого месяца, ну, к концу четвёртого, получается, месяца, как ей четыре, думаю, точно зуб-то вылезет. Ну, хрен знает, посмотрим. Так вот, в 6 утра она проснулась, плакала булочка. Она уже так просыпалась и плакала. Позавчера, ещё были дни тоже она так плакала. Но что помогало? Вот, допустим, у меня какое было ощущение, что как будто ей что-то причудилось. Она проснулась, я не понимаю, где она, что происходит, там, страшно. Ну, то есть было такое ощущение, потому что как только я её, ну, как бы разбужу, не специально, что типа, давай, вставай, хватит спать, а она сама, как бы, плачет, и я понимаю, что она не успокаивается то, что я взяла её на ручки, качаю, предложила грудь. Она от этого не успокаивается. И, ну, я там игрушечкой пошебушу, она, как бы, глазки, потому что всё это время она с закрытыми глазами плачет, например. Я игрушечкой пошебушала, она проснулась, посмотрела на игрушечку, перестала плакать, начала улыбаться, и всё наладилось. То есть, вот у меня было такое ощущение, что мне нужно её, как бы, разбудить. Вот именно, когда она плачет, и ничего другого не помогает. И вчера тоже я пыталась её разбудить. Говорю, давай, давай, Анютечка, просыпайся. Ей там игрушечка вообще пищу-пищу. И она их, как бы, видела, видела. Открывала глазки. То есть, как бы, просыпалась, понимала, что происходит, что мамочка рядом, что игрушечка клёвенькая тоже рядом. Но всё равно продолжала плакать. И вот она в какие-то моменты плачет, и руки в рот сует, и прям, я не знаю. В общем, мы уже написали педиатру, спросили, что делать вообще в таких ситуациях, что думать, потому что у нас есть какая-то мазь дома, типа на дёсну. Но, знаете, лишний раз тоже что-то мазать не хочется. Слава богу, температуры никакой у неё нет. И всё-таки, вот я её вчера укачаю на ручках, она засыпает на руках, прям засыпает, всё хорошо, не плачет. Но как только я её кладу, опять начинает плакать. Сегодня мы не выспались, если бы нам не надо было ехать по делам, то, конечно, мы бы сейчас дома ещё спали вообще, не парились бы, потому что Анютка вон спит. Мы бы тоже, может, спали, но надо ехать по делам. Поэтому, ну, не выспались, ну, что поделать. Завтра мы встречаемся с Кариной, и я буду снимать влог о нашей с ней встрече, о том, как мы познакомим наших детишек. Вот. Немножко даже волнуюсь, как всё пройдёт, какие будут эмоции у Анютки. Надеюсь, что она, увидев ещё одного малыша, ну, ей прям будет прикольно. Я думаю, что должно быть. Меня, конечно, кто-то написал, я поделилась этим мнением в Телеграме, и мне кто-то написал, что, ой, типа, им вообще пофиг на других детей, но мне кажется, это ерунда. Ну, в смысле, как им может быть деткам друг на друга вообще пофиг? Даже посмотреть интересно, мне кажется. Потому что, если уж Ане, например, прикольно посмотреть на своих бабушек, на, не знаю, кто там к нам в гости придёт, увидит она, ей интересно разглядывать людей, и она кому-то улыбается, всё, то почему ей не должно быть прикольно посмотреть на ещё одного малыша? Может, они как начнут там что-то лепетать на своём? Вот такая хмуренькая, серенькая Москва. Ну, погода вообще. Сейчас, получается, 2 часа дня. Нам осталось 16 минут ехать. Так давно здесь не гуляла вообще. Там новый Арбат, да, или старый? Старый. Да, здесь новый, там старый. Да, да, да. Вообще, на старом Арбате сто лет не было. Да и на новом, не сказать, что была. Ну, слушай, была, но давно, конечно. Сейчас увидела, что вот такое здание красивое строит. Стеклянное будет здесь. Вообще, здесь, конечно, на Арбате такое всё более... Ну, вот. Такие, как бы, старые дома. О, какой большой детский мир. Клёво. Да, вообще, давно тут не была. Вот, хоть поснимаю вам городок наш. Здесь на Арбате больше такие старые дома. Вообще, вот эти дома такие угрюмые, прям, капец, да? Как эти, я не знаю. Серые, такие тёмные. Советские, да? Или что? Ну, вот эти дома большие справа, слева. Ну, серые. Ну, прям вообще угрюмые, угрюмые. Как по мне они. Офигенные? Это дома называется Книжкин. Книжкин? Книжкин. Октябрь. Тут очень часто премьеры всякие, фильмов. Тоже сто лет там не было. Ну, как кинотеатр вообще, если честно. Ловить там не идёт. Ну, типа, есть намного лучше кинотеатры. Более комфортные, удобные. Да сейчас вообще кинотеатры загнулись. Вот мы со Славой в последний раз были в кинотеатре в Атриуме, мне кажется. И это вообще такое дно, просто дно. Там тебе даже никто пупкорн не сделает. У них там стоит какой-то пупкорн, непонятно вообще, какого года. Потому что люди вообще не ходят в кино. Ну, а что ходить в кино? Что там смотреть? Хотя, бывает у кого-то в сторис вижу, что сидят кино смотрят, думаю, что давай все лови. Не, вот реально лучше купить домой классный телек. Лучше реально купить домашний кинотеатр. Просто. Я вас учу, заходишь в сафари. Ищешь сайт какой-нибудь, а... И все, кино, попкорн, свежий дом у себя сделан намного лучше. Можно по-другому даже делать. Как? Захожешь на торрент, скачиваешь фильм, загружаешь его на жесткий диск, подключаешь жесткий диск к телеку и смотришь вообще без интернета. Ну, мы же не в 2007-м, 2005-м. Я раньше тоже с торрентом сдачила, но все это делали. Ну, а что? Что, понятно, что в кино показывать? Особо нечего. А у нас в ТЦ рядом с домом вообще нахер закрыли кинотеатр, в который мы раньше всегда ходили. Его закрыли. И вот, кстати, интересно, там какой-то детский клуб строят. Может, уже построили. Ты там был когда, не видел? Закрыто еще, да, наверное? Да, там еще закрыто. Плава просто периодически ездит в этот ТЦ, в Леруа Мерлен, то, что по даче покупает. Там жесть. Че там жесть? Там два этажа, там, блин, короче, там стройка, ребён. Леша на помещении его уже нет. Очень интересно. Вообще, блин. Че там будет? Какой-то детский клуб вместо кинотеатра. А там было много залов, кстати. Да, там квадратов, блин, часов. Да, там залов восемь, и они все немаленькие. Если не больше. Не, по-моему, восемь. Максимум девять залов там было. А, квадратов, не знаю. Ну, короче, там какой-то детский комплекс, детские развлекухи делают. И это улёт, потому что это на нашем районе. И они утка же вырастет. Будем её водить туда, на всякие горки. Вот мне уже 26 сейчас будет лет, а я всё вспоминаю в детстве. Хорошо, что у меня в детстве это уже было. Вот эти все клубы детские, лазилки, вот эти вот бассейны с шариками. Вот я, бывает, сижу и думаю, вот бы сейчас так полазить, вернуться в детство, полазить по этим туннелям. Скатиться в горки в эти шарики. Ну, вот буду смотреть, как анютка лазит, и как будто бы сама буду лазить. Да, здорово, конечно, с детками сразу. Вот я тоже, знаете, там хочу, например, в зоопарк сходить. Ну, вот сама хочу. Ну, думаю, ну и что я туда попросу, что я там не видела? И вот думаю, вот родится ребёнок, когда у нас будет ребёнок, будем ходить в зоопарк. Как же здорово показывать этот мир и вообще всё, что вот такое, там тебе нравится, там те же зоопарки, не знаю, какие-то вот такие штучки, дельфинари. И как же здорово всё это показывать ребёнку, потому что это, не знаю, классные чувства, эмоции. Так что когда-нибудь? Да я думаю, скоро уже, что? Совсем скоро. Мне кажется, даже в годик уже можно спокойно и в зоопаркать, и уже малыш, конечно, будет вау-вау. Может, и не вспомнит, но всё равно для развития полезно. Что там даже, вот, я читала и говорил мне тоже кто-то, что с двух, по-моему, месяцев надо уже с ребёнком прям активно, ну, дома не сидеть, а прям куда-то ходить, ездить. Потому что они развиваются быстрее, что-то смотрят. Ну, а Санютка вообще очень интересующаяся личность. Это просто. Вот мы были в ТЦ недавно, у моей бабушки был день рождения, 11-го, 11-го, кстати. Такая красивая дата. И мы вот 12-го, правда, ходили в ресторан и потом в торговый центр. Ну, гуляли как бы. И мама говорит, давай, Анютку я на ручках поношу, давай поношу. Я говорю, если ты сейчас её возьмёшь, то всё, её уже не положишь, потому что она будет плакать, она будет хотеть именно сидеть на ручках, смотреть на торговый центр, на все эти яркие штучки. Конечно, прикольнее, чем в коляске лежать. Но я думаю, что в автолюльке ей даже было бы прикольней. Вот такой, потому что она в ней хотя бы, ну, как бы полусидит, так скажем, и может хоть что-то наблюдать интересненько, потому что в люлечке, как коляске, она просто лежит, получается, вообще беспонтово. Но вот в этой как бы холодно, вот так вот на улицу не выйдешь. Вот такая вот тут вяжуха. Вот, нам туда, мы уже скоро будем. Мы сейчас со Славой видели вот такие высотки, и нам кажется, что мы их вообще, ну, не помним, не видели. Я не помню. То есть они новые. Они их строили, строили, но пока они не выросли, ты всё равно же их не строим. Ну да, они, наверное, были закрыты, ещё плёнка какая-то. Маленькие, а сейчас вот три свечки выросли. Не, ну вы просто посмотрите, на чём она держится. Там ещё одна свечка. Я говорю, что просто просвечиваются окна. Там котлованы вообще огромнейшие. Под землёй. Под землёй просто невероятные, чтобы они держались. Там столько бетона залит, я даже боюсь представить. Чтобы вот это всё держалось у нас, тем более на нашей земле, на нашей почве здесь, которая... У нас ещё норм почв, у нас тут нет всяких движух. Помнишь, мы с тобой недавно обсуждали? С моего река слева ты чё, чё? Не, ну да, ну извини меня, землетрясений там нету всяких. О, господи, что это за ужас напротив слива? А это завод? Сносят, может? Ты глянь. И там же опять построят чёрт. Ну и правильно, пусть строят ещё одну Москва-Сити красивую, а не вот эту развалюху, бляху-муху. Да вообще нахер эти заводы в центре Москвы нужны? Почти уже все заводы перенесли. Да, конечно, и перенесли. И ещё... Ну и похерили, понятно. Да не, не, пусть красоти ещё строят. Вау, вау. Стиль, папа-с. Ой, там окна нет, бляха. Или оно просто так открывается, интересно. Ужас. А, смотри, квартиры. Нихера. То есть это квартиры? Это именно не офис? Ух ты, какие балки там. Не знаю, видно у меня там. Вообще страшно, если честно. Я вот боюсь, ну, так вот жить. А я был в квартире. Да кто не был, я тоже была. И клип мы снимали там твой. Не, прикольно, я думаю, конечно, здесь иметь. Но тут вообще вот так-то апартаменты, не квартиры. Ну и космос стоит. Ну, космос, но в принципе и обычные квартиры в центре, и наши тоже не дешёвые. Но просто тут апартаменты и меньше квадратов, например, будет. Сколько, интересно, квартиры тут стоят? Вот, мы как-то смотрели. Не, прикольно, конечно. Вот интересно, как в этом здании закруглённом. Тоже всё закруглённое? Как они его, бляха, сделали? Встретились с Дашей. Слава там внизу, блядь, с куткой. Мы очень быстро сняли, что надо было. Уже такую работу. Вот, и сейчас пойдём куда-нибудь покушаем. Ждём лифт. Мы на 53-м этаж, не представляете? Что-то на это загорается, наверное. Вот, поснимали, поработали. Кайфунька, тебе можно отдыхать? Ребята, что, знаете, мы пришли в Афимол, и посмотрите, как выглядит комната для мамы и ребёнка. Это просто... Извините, блядь, но с таким окном можно ребёнка и на там, около магазина в Харминде менять тот гузник. Даже нет никакого пеленального матрасика. Даже дверь не закрыт. А окно, простите, здесь зачем? Вот, блядь, мужик прошёл такой... Охренеть. А Фимол, вы чё? В центре, блядь, муха, находитесь. Такие папки. Не можете нормальную комнату сделать для мамы и ребёнка. Это я не говорю о том, что она ещё не на каждом этаже. Взяли на диван этот заплённый. Обосновые. Да уж. Эйо. Ладно, будешь прикрывать окошко, я покормлю ребёнка. Я буду прикрывать твои тылы. Тогда подгузник лучше в машине реально менять. С такой комнатой. Я в шоке, у меня ни слов. Сидим в ресторане. Даша со Славой напротив, а мы пол-цанютки. У нас тут больше всякого надо. А вот и мы. Покушали. Даша сказала, что на втором этаже, мы просто на четвёртом были в комнате для мамы и ребёнка, и что на втором этаже там очень хорошая комната мамы и ребёнка, так что мы сейчас туда пойдём проверим, потому что нам всё равно перед отъездом подгузник будет проверить, потому что в машине это будет трэш, потому что у неё тёплый костюм сверху этого. И в машине раздевать, ну, вот это всё делать очень сложно будет. Гунь-гунь. Гунь-гунь. Гунь-гунь-гунь-гунь-гунь-гунь-гунь. Мы, кстати, сейчас опять в Чехане, где, помните, я любила заказывать строган. Вот. И всё, у них теперь по-другому они готовят это блюдо, потому что раньше, вы знаете, они как прикольно делались с огурчиком, сейчас они уже так не делают. Ну, шо ж ты всё крутишь и вертишься, девушки-матрёшки. Ну, вот я сбила, помню, ты мать или ребёнка от него. Да, норм. Не то, что там. Это там вообще какой-то... Как будто там у них швабры до этого хранились. Там, если сравнивать с этим, то там какая-то камера-кунс-камера. Да, это вообще... Мой вкусный малыш. Гунь-гунь-гунь. Анютка путешествует по мамкиным и ребёнкинским комнатам. И Анютка в шоке. Как это назвать? Комната мама-ребёнка. Мы зашли в другую, которая как бы почище-получше, но посмотрите, здесь опять есть окно. Вот спрашивается, чтобы другие люди чужие вот так вот ходили, смотрели на голову чужого ребёнка, на голову чужую сиську матери. Вот в чём вообще прикол? Или для чего эта комната сделана? Чтобы что? Фу, я всё до две постели её. И на фотках. Ну, а что там на фотках? Красота, да? Да. Покажи на фотках. Ожидание реальности. Да, вот такое вот ожидание. Вот это да. Мы уже дома. Ну, давно уже, на самом деле, дома. Уже искупали Анютку. Всё, короче, миллиард делок переделали, стирку сделали. Что я хотела сказать? Я же вам на Ютьюбе не рассказывала, что у нас теперь вот такое есть кресло. Заказали. Я им, конечно, очень довольна. Мне прям нравится. Стоило это кресло 40 тысяч. Вот. Причём, что интересно, я точно такое же кресло дарила Монтику, Карининому сыну. И на тот момент такое кресло стоило 38 тысяч. Вот. Ну, это как бы не секрет. В интернете есть вся доступная информация. Короче, а сейчас оно почему-то подорожало. И вообще 40 или 41, по-моему. Вот. Но оно, конечно, клёвое. То есть вот здесь можно сделать с двух сторон. И оно будет не двигаться. Вот за эти рычаги вниз опускаешь. И ещё можно сделать его качелями. Короче, офигенно. Наводила тут небольшие порядочки, пока не утка спит. Тут что-то пораскладывала. Заказала новые бутылочки. Вот такая вот красивая бутылочка. Тоже Philips Event. Ещё заказала вот такие, ну, к соске. Короче. То, что малыш будет сосать. Вот. Потому что нужно следить за... Ну, возрастом. По возрасту брать. Пришло вот в таких контейнерах. Вот так оно выглядит. Ну, я сюда убрала маленького. Так заказала, который от трёх месяцев. Ну, нам сейчас четыре. Там просто следующие от шести, по-моему. Или старше. Там от потока зависит. Заказала кучу разных вот таких пакетиков для молока. На 120 миллилитров. И на 180. Вот такие на 180. Вот. Я делаю банк молока. Сейчас вам его покажу. Ещё заказала вот такую бутылочку. Видите? Три плюс. Ну, а она, блин, что-то стеклянная. И зелёной крышкой. Что-то вообще не пойму. Для молочка. Хорошо. Ну, мы в таких водичку пьём. Раньше бутылочек. Всего у меня тут, как всегда, дофига. Супер ты сейчас. Подарок. Короче, наводила немножко в порядке. Разбиралась. Что надо, что не надо. Анютка сейчас спит в комнате у нас. Это мой костюм, в котором я была. Ну, и вот. И пока она спит, я тут кое-какие порядки наводила. Сама в душ сходила. На балконе у меня вот что. Ну, и вот. Всё раскладывала. Всякие подгузники, трусики. Мы пришли, кстати, на трусики. Я ещё заказала такие ночные на пробу. Ну, они типа более выносливые. Ну, не знаю. Короче, мы перешли на трусики, потому что намного удобнее оказалось. У меня, как всегда, запасы миллиардные. Запасы, запасы. Не, ну, подгузники вообще должны быть всегда на прозапас. Вот. И ещё у нас в комнате, в шкафу, там куча всего. Здесь ничего нового. Шкаф как шкаф. Вот. У меня теперь на рабочем столе всегда стоит вот такая вот корзинка. И здесь молокоотсос. Сейчас вам покажу свои запасы. Обещают прям вообще холод до минусовой температуры. И я решила достать вот такой конвертик. Ну, или как он называется правильно, от Happy Baby у нас. Ну, может быть, вот это, не знаю, лишнее, нет? Короче, не знаю. Только, наверное, кверх ногами я его постелила. Слава там подключает колонку. Мы интернет обновляли. Постелила, но у меня всё тоже постиранное. Наверное, лучше уж так, чтобы не беспокоиться, чтобы лучше у них холодно было. Потому что реально на улице очень холодно становится. Ещё заказала другие подгузники, точнее трусики, чтобы у нас всё было в миллиардных запасах и на пробу. Я тут мыла морозилку недавно. Специально потому, что планировала делать вот такой вот этот самый. Только что-то как будто оно растаяло. Что-то херня. Вот так это выглядит. Я подписываю, сколько миллилитров. 60. Это, конечно, маловато. Вот. Но это когда я только начала. Сейчас, видите, уже по 100, по 90. Хотя вот 60 тоже было. Выглядит, конечно, прэм. Ну, что, что поделать? Вот так вот и замораживаю. Не знаю, вообще надо дать Анютке на пробу. Может, она вообще, знаете, не встанет. К чему, блин? Оно по-будто размороженное. Что-то не встанет. Тут вот у меня ещё один пакетик я нацедила. Тут у меня 80. Вот. Конечно... Ой, так странно это всё выглядит. Конечно, ещё, знаете, вот думать, когда это всё надо сцеживать правильно. Геморрой ещё тот. Самое главное сначала просто внулиться, так сказать, в эту тему. И потом уже будет норм. Я вот так храню. Надеюсь, это хорошее хранение подальше от всего. Как я стерилизую? Просто в кипятке. Хотя я заказала пакетики для стерилизации. Ну, не знаю. Честно. Всё это время я просто в кипятке и мыла, например, вот таким гелем. И мне кажется, этого вполне себе хватало. Ну, а вот такое ещё заказала. Ну, можно всё равно уж, наверное. Короче, да, попробую. А ещё, как я вам говорила, у анютки по ходу зубы вообще. И нам педиатр сказал, что можно вот такую штучку давать. Так что, скорее всего, будем пробовать. Ну, сейчас кто-то напишет, типа, ой, что-то не надо или надо. Гомеопатия вообще херня не работает. Ну, вот как бы вы можете своим детям давать, не давать. Ваше дело. Мы со своим ребёнком сами разберёмся. В общем, да, болезненное прорезывание зубов у детей. В одной дозе принимать 2-3 раза в день. В перерывах между кормлением в течение 3 дней. Вот я не знаю, когда начинать это давать. Потому что я переживаю, вдруг я начну это давать раньше, чем это реально нужно. С другой стороны, наверное, когда беспокойное состояние у малыша, то можно и давать что-то такого. Я не думаю, что здесь что-то такое. Но, типа, если это гомеопатия, то, по сути, это вообще. Как кто-то напишет плацебо и пустышка, просто вода. И всё. Поэтому, что, вредного точно не должно быть. Ну, в общем, потом как-нибудь с вами поделюсь. Буду делиться нашими этапами. Пока, в любом случае, пусть будет дома. А ещё хотела бы поделиться, что мы перешли с маленькой детской ванной на вот такое вот сидение. И я, получается, набираю прям ванну для взрослых. Предварительно всё мою хорошенько. А, ну сначала кладу вот такой коврик. Потом такое сидение тоже предварительно мою. Ну и всё. Набираю ванну, и малышка сидит в ванне уже как взрослая. Так выглядит моя кожа сейчас. И я могу сказать, что вполне себе ничего. Я тут недавно листала ленту. Фотоплёнку, точнее. Такие кожи у меня там просто трэш. Ну то есть вот здесь, по сути, раз, два, три и четыре. Вот таких прям суперярких, типа четыре. Ну и такие не сильно яркие красные следы и ещё что-то. А там у меня просто вот так вот всё. И я абсолютно, кстати, спокойно переживала тот период в своей жизни. Но это было недавно, по сути. Потому что я знала, что это всё гормональная херня, которая пройдёт. Вот так вот я бы не сказала, что я часто мажу, мажу. И я думаю, что эта штучка всё-таки помогает. Хотя, опять же таки, если это гормональные были высыпания, то, по сути, ничего не должно помогать, наверное. Но я думаю, всё равно помогает. Не знаю, но вот я вижу результат. Кто не в курсе, если пропустили вот такая хрень, назначали нам её для дочки от акне новорождённых. Потому что у нас у дочки сильное было. Я даже не оставляла в интернет, насколько сильное у неё было акне. Ей назначали. Я ей помазала один или два дня. У неё вообще всё прошло просто. Я такая, да ладно. И потом я подумала, ну раз ей помогло, может быть, и мне поможет. Короче, прям класс. Очень понравилось. Так что я вот так вот периодически наношу просто на места, где у меня есть какие-то намёки даже на прыщики. Но это всё равно, типа, не такие прыщики, как вот раньше. В принципе, я могу сказать, что ещё чуть-чуть, я думаю, что кожа у меня вообще будет норм. Вот бы ещё волосы перестали выпадать, потому что они у меня выпадают жутко. А вот здесь у нас очень грустный уголок. Тут всё то, что мы хотим отдать, продать, возможно. Мы разобрали вот эту люльку-кресло от Чика, потому что, ну, как из люльки точно ребёнок уже вырос, а как кресло оно не очень удобное, потому что оно удобное, наверное, только если прям сидеть. То, что пока нельзя. Тут у нас подгузники, которые уже нам малы. Есть, правда, открытые. Это немножко такое. Но, не знаю, отдадим в любом случае. Не выкидывать же. Вот, шарик этот мы никуда не отдаём, не продаём. И вот этот самый, хотя можно было бы тоже, может быть, продать или отдать. Мне, кстати, вот этот столик отдала мастер по маникюру. Маяк, который я ходила раньше. И мне он очень, конечно, пригодился. Сейчас мне тоже бывает массаж делают, когда у меня время есть. Анютки делают массаж, а потом мне. Или наоборот, сначала мне, потом Анютки. А на этом мячике занимается Анютка тоже. Ей на нём массаж делают каждый раз. Так что здесь у нас вот такой вот грустный уголок. Тот, чего мы хотим избавиться. Что поделать, кроме лестницы Вивьены? Она ей не нужна, потому что Вивьена у нас приехала на пол, на всякие лежаночки. Я пришла вешать бельё и поболтаю с вами. Короче, я с самого начала начала кормить Аню с двух. Хотя я знаю, и мама мне тоже так, она удивилась этого. Типа, ты зачем двумя кормишь? Надо одной кормить, а другую сцеживать. Я такая, типа, зачем мне сцеживать? Ну, по сути, мне и не надо было. Короче, я просто у мамы даже спросила, типа, ты что, замораживала молоко, что ли? Ну, когда там меня кормила. Хотя, не знаю, вообще делали они в то время так или нет. Короче, она говорит, типа, нет. Привет. Ты проснулась? Малыш. Привет. Здорово. Сейчас мама дверь откроет. Ого, ты проснулась, маленький сладкий малышик. Ты проснулась. Скучала по маме. Гугель, гугель, гугель. Гугель, гугель, гугель. Гугель, гугель. Гугель, гугель, гугель. Гугель, гугель, гугель. Хи-хи-хи-хи-хи. Ой, улыбка. Ой, какая. Как мама любит тебя. Как мама тебя любит. Нежные щёчки. Хи-хи-хи. Мама полы помыла. А, я ещё полы помыла, когда ты не спала. Ну, Тила, расскажи, как спалюсь. Ну и подсветочка, да, у нас? Да? Ну и подсветочка, да, у нас? Хи-хи-хи. Ай. Мама вообще, что здесь? Свет оттуда падает вот так вот. Да? Ммм. 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 Скажи, чё это? Красно. Кусить хочешь? Будешь кусить? Какая деловая. Ну, ничего. Бельё попозже довешим. Или папочка повесит. Короче, ничего я рассказывала по поводу молока. Я у мамы спросила, типа, чё ты замораживала молоко, которое сцеживало? Она говорит, типа, да нет. Я говорю, что ты с ним делала? Ну, иногда ты съедала, иногда выливать приходилось. Так зачем это тогда? Просто если вы сцеживаете, то вы разгоняете лактацию. Ну, то есть будет много груди приходить. И если, ну, вовремя, там, знаете, не покормить ребёнка или не сцедить, ну, всякое может быть. Ну, как бы зачем доводить до такого, что не дай бог там, не знаю, маститы какие-нибудь. Как это? Просто у меня бывает вообще каменная грудь. И это страшно. Я бегу быстрее, например, ребёнка кормить, либо что-то такое. Это бывает вот как раз-таки только если я, ну, типа, сцеживаться начала. Вот так вот, типа, каждый день, как сейчас я делаю. Вот. Ну, понятно, что я не, знаете, сутки там напролёт сижу, сцеживаюсь. И, например, ещё Нютка будет спать, там, 5-6 часов. Я её не буду кормить, там, знаете, ну, просто каждые 3 часа точно я её кормлю. Вообще, бывает такое, что трес. Вот из-за того, что я сцеживаться начала. Пока я не сцеживалась, у меня вообще постоянно мягенько. Потому что уже всё. Мистер Лактация установлен. Да? Ещё Нютка перешла на 68-й размер одежды. Слава недавно ездила на дачу, и я решила всё 62-го отдать. Ну, практически всё. Он ей сейчас велик, 68-й, но 62-й уже впритык. И все костюмы с ножками 62-го я сразу отдала. А открытые у нас ещё есть какие-то 62-й. Но мне уже хочется 68-й её одевать. И ей удобнее, и мне удобно её ножки рисовывать. Так, так, так. Когда, мама, тебя кормила? Давай посмотрим. 4 часа. Анна! Быстро кушать! Так, на чём мы там остановились? Я покормила Анютку. Кстати, вчера у неё какой-то аппетит был вообще не о чём ски. Сегодня получше. Моя рыбонька сладенькая. Водички. Сейчас пройдёт чуть-чуть время, и Анютка пойдёт на пол валяться. Я сначала, когда начала сцеживать, у меня получалось где-то 60 миллилитров всего лишь с одной груди собрать. То есть, получается, вот я её покормила одной, с другой собираю 60. И у меня всегда был страх. Вдруг она всё захочет вторую, блин. А я её стыдила. И я сначала, ну, не сразу убирала в холодильник. Ждала чуть-чуть какое-то время, чтобы понять, как дела, хотя бы час. Потом убирала в холодильник на, там, пару часов. Ну, когда, как получается. И уже после холодильника в мородилку. Сейчас я, получается, как сцеживаюсь. Я её покормила, например, одной грудью. И жду ещё, например, минут, может, 30. И иду, сцеживаю, получается, другую грудь, которой я её не кормила. И ещё могу чуть-чуть посцеживать ту, которой я её кормила. И таким образом у меня, получается, собрать, ну, где-то 80 миллилитров. Это не так уж и много. Вообще, я обычно, когда оставляю Анютку, маме или Славе, то есть я её покормила, и через час сцеживаю две груди и собираю 80 миллилитров. Вот столько получается. И ей этого вполне себе хватает, чтобы вообще прям поесть. То есть я, например, оставила через, грубо говоря, часа полтора, я даю такой указ, дайте ребёнку молока, через полтора-два, ну, в зависимости от того, проснулась, спит там или как дела. То есть она съедает, и, допустим, я прихожу, и, допустим, могу предложить ей грудь, потому что вдруг она не наелась, если так подумать. Такое было, я ей предлагала ей, да. И она отказывалась, ну, типа, не хотела есть. То есть ей хватает 80. Но всё равно, конечно, 60 прям как-то маловато. Но я всё равно и 60 замораживала, потому что думаю, ну ладно, если что, разморозим, типа, несколько порций просто. Короче, да, такой момент. Сначала я такая вся была в вопросах, всем своим подружкам написала. В интернете посмотрела видео, как правильно делать это всё. А сейчас я уже профи. Да, сейчас мама уже профи. Куча молочка заморозила. Ещё не ясно вообще, будет она есть это молочко или нет. Потому что есть детки, которые размороженное молочко не берут. И шкачи. Вот. И это, конечно, облом. Потому что приходится, считай, все свои запасы, которые ты накапливал, выливать. То, что ж ты будешь... Кочелышка такая. Я уже не знаю. Мне кажется, я буду год её кормить. Я не знаю, как это. Это, знаете, как реально от этого отказаться. Кормить малыша грудью. Понятно, что начнётся прикорм. Всё равно уже меньше там, например, молока, может быть, будет. Потому что ребёнок уже и прикорм какой-то начал есть. Но всё равно. Ой, какая я. Буди, 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 буди. Пусть молочко устаканится. Буди, 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 буди. Мы уже столбиками постояли. Вот так вот Анюточка сидит в этом кресле. Очень классно. Это прям совсем максимум лежачий. Есть ещё вот такой. Мне кажется, он тоже дозволителен. То есть она всё равно как бы не прям на попе сидит. Сколько это градусов? 45 или больше? Да не, ну, наверное, 45 там было. А его, по-моему, можно. Ну, короче, вот так вот. Грызулькин мой. Грызуля. Грызуля, грызуля, грызуля. Сегодня пришла нам вот такая посилочка. Вот такая грызулечка. Я ей дала её. И она как бы классная, вот эта грызуля. Ну, что-то как-то на эту. Пошли её чуть-чуть помоем. Да? Хи-хи-хи. Вот так мы и ходим. Бродим по дёму. Вива! И Вива бежит на кухню. Уже каждый раз, когда я иду на кухню, она бежит. Всё ждёт, наверное, какой-нибудь колбасы. Сижу, ем бутерброд. Что вы думали? Он нужен всем. Мой бутерброд нужен всем. М push Service Ап-ап-ап собачка сделай, да? Ап-ап-ап ап? Ну бляха, муха, упала, это хлеб, дурынь, да, колбаску забери, да ну вон она, спасает, заглянь какая, прикиньте, вдруг упала, облокотилась вот так вот и расслабилась чуть-чуть, хлеб, не Надя, Анютка, будешь хлеб? Хлеб, поделим по-братски, так что, это была случайность, привет, ребята, я тут поняла, что я не записала концовку этого влога, и что, что сказать, я болею уже, получается, сегодня 4 декабря, а болею я с 20, о господи, почти неделю, раз, два, три, 4, 5, 6, ну не почти, сегодня ровно неделя, как я болею, короче, это трэш, накрыло меня ужасно, впервые и Анютку накрыло, но слава богу, у нее просто сопли, сейчас уже практически соплей нет, даже вызывали врача-педиатра, чтобы она посмотрела, потому что я волновалась, вдруг у нее там горлышко, не горлышко, ну короче, температуру проверяли, температуры у Анютки не было, я даже заказала градусник, который бесконтактный, но, что-то мне кажется, все это херня полная, если честно, он вроде как показывал, у меня показывал, что был 37, у меня была слабая температура, хотя, может быть, ночью была я сильная, потела я ужасно, вы слышите, какой у меня сейчас голос, короче, вирус, вирус, все сейчас болеют, просто все, просто хотела попрощаться, записать концовку, рассказать, что мы болели и болеем, я пока новые влоги, конечно, не снимаю в таком состоянии, но из хороших новостей у меня больше нет запаса влогов, вот, реально нет запаса влогов, потому что у меня реально до сих пор все еще выходили видосы с запозданием, просто уже не с таким большим, но все равно с задержкой получилось, вот, но теперь уже нет, теперь я буду снимать влог, и он будет выходить, довольно-таки скоро, я думаю, осталось только выздороветь, и, конечно же, скоро у меня день рождения, куча планов, которые надо построить, нет, уже в следующем влоге покажу вам, как выглядит комната и вообще, что там у нас будет, короче, мы избавились от черного дивана, который у нас стоял в гостиной, и поставим туда елку, которую Слава должен сегодня привезти с дачи, хочу снять видео, как наряжаем елку, болтаем, позову кое-какого гостя, скорее всего, но если позову, если все срастется, то выставлю это видео на Рутюбе, вот, поэтому обязательно на меня там подпишитесь, я оставлю ссылку в описании, очень хочу там поднять активчик, аудиторию набрать, буду очень благодарна за подписку, и там эксклюзивно у меня выходит видео, так что ждите. Вот, да, Нюткин, я начала смотреть сериал «Пустучись в мою дверь», смотрю, мне нравится, уже дофига посмотрела, и как раз-таки благодаря тому, что я болела, я смогла много серий посмотреть, и я думала, что у меня нет свободного времени, но когда я заболела, оказалось, что у меня есть, ну, в смысле, даже не свободный, я думала, у меня нет времени смотреть сериалы, но когда я заболела, выяснилось, что, оказывается, я могу смотреть сериалы, если, ну, при желании, просто обычно, когда Анютка, например, уснёт, или вот так вот спокойно может сама с собой сидеть, допустим, я бегу, какие-то дела пытаюсь успеть сделать, знаете, а сейчас я ничего, ну, не нагружала себя, просто как-то так лежать, болеть, ну, выздоравливать точнее, смотреть сериал, отдыхать, вот, так что такие дела. Хотела приготовить суп, но что-то мне впадло, поэтому, наверное, нифига я готовить не буду, а просто закажу какую-то еду. Вот, всё, я с вами на этом прощаюсь, надеюсь, что влог вам понравился, если кто-то из вас болеет, то выздоравливайте, не болейте, ну, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok